В эфире новости на Аризон ТВ в студии Олеся Коряк. Здравствуйте. Прямо сейчас расскажем об основных событиях дня к этому часу. Россия объявила персоной нон-грата сотрудника посольства Республики Молдова в Москве и закрывает въезд в страну для ряда официальных лиц в ответ на антироссийские заявления с их стороны. Решение доведено до сведения посла Молдовы Лилиана Дария в ноте протеста в связи с недружественными шагами Кишинева. В ответ на решение России министр иностранных дел Нику Папеску заявил, что Кремль всегда прибегал к враждебной политике по отношению к нашей стране и ее гражданам. Он сказал, что пока не знает, кто из дипломатов был объявлен нежелательным на территории России, а также кому запрещен въезд в эту страну. К этой теме мы и вернемся немного позже, а пока перейдем к другим новостям. Активистки ЛГБТКЮ+, Анжелика Фролов и Леосбанка подали в судебные инстанции заявление, в котором требуют обеспечения равных прав государством. Это произошло после того, как агентство государственных услуг отказало им в регистрации брака. В публикации на своей странице в фейсбук Фролов написала, что она вместе со своей партнершей не хотят ничего большего, чем другие пары. Мы хотим одинаковых прав, потому что это справедливо и правильно. Мне все равно, как будут называться наши отношения. Брак, партнерство, сожительство. Называйте это как хотите, но мы хотим иметь права, доступные любой супружеской паре в республике Молдова, заявила она в своем посте. 17 января этого года ЕСПЧ приняло решение, обязывающее государство члены Совета Европы установить правовую форму защиты однополых пар, приняв юридическую форму признания их семей и защиты их совместной жизни. Решение было принято в контексте приговора ЕСПЧ о нарушении прав человека по делу Федотова и других против России, которая касалась группы из шести российских граждан, состоящих из трех однополых пар. После этого решения ЛГБТК+, активистки Анжелика Фролов и Леозбанка заявили, что хотят официально зарегистрировать свои отношения, а если им откажут, то они подадут в суд. Два человека, проживающих в разных населенных пунктах страны, серьезно пострадали из-за несоблюдения правил противопожарной безопасности. В селе Китросу Новоненского района 74-летний мужчина получил ожоги 80% тела при попытке разжечь огонь в печи бензином. Как сообщили в генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел накануне вечером. Из-за неосторожных действий мужчины в доме вспыхнул пожар. Прибывшие на место происшествия три пожарных расчета погасили огонь и предотвратили взрыв газового баллона. Пламенем уничтожено имущество и 60 квадратных метров кровли. Пострадавший был доставлен в ожоговое отделение Кишиневской больницы травматологии и ортопедии. Тем же вечером в селе Старый Дубосары Криулянского района 33-летний мужчина получил ожоги различной степени тяжести в результате взрыва и пожара в его доме. Причиной случившегося стала утечка газа из баллона. Пожар повредил окна и уничтожил имущество в одной из комнат. Сообщается, что пожарным удалось вынести баллон из дома и быстро погасить огонь. Пострадавшего сначала доставили в Криулянскую районную больницу, откуда затем перевезли для лечения в Кишинев. Президент Майя Сандо объявила о запуске проекта «Молдавское село-экспресс». В ходе проведенного брифинга глава государства перечислила требования к новому проекту. Я предложила правительству в ближайший период объявить о проведении нового конкурса проектов «Европейское село-экспресс», которые отвечали бы следующим условиям. Предоставляли бы населенным пунктам возможность внедрения быстрых проектов со сроком завершения не более шести месяцев, которые решали бы безотлагательные нужды населенных пунктов. Упростить процедуру участия проектов в конкурсе. Вместе с тем Сандо упомянула о проектах, реализованных в рамках программы «Европейское село», запущенного в марте прошлого года. По ее словам, завершена работа по примерно 100 проектам и около 100 тысяч граждан пользуются результатами программы. Более 20 тысяч человек получили доступ к питьевой воде, около 34 тысяч пользуются облагами уличного освещения, отметила Сандо, назвав населенные пункты, в которых выполнены определенные работы, в том числе оснащение детских садов, ремонт образовательных учреждений и центров культуры, обустройство игровых площадок. Бюджет программы «Европейское село» составил примерно 500 миллионов леев. Еще 300 миллионов леев были выделены для реализации проекта регионального развития. Молдаване, работающие за границей, в марте направили домой сумму, эквивалентную 156 миллионам 300 тысячам долларов. По данным Нацбанка Молдовы, это на 15,2% больше, чем в марте прошлого года. Наибольшую долю в общем объеме занимают переводы в евро – 78,8%. Показатель в долларах равен 21,2%. НБМ также отмечает, что через систему банковских переводов молдаване отправили домой 121 миллион 100 тысяч долларов. По данным Международной организации по миграции, более 237 тысяч семей в Республике Молдова получают деньги от родственников, работающих за границей. И почти половина из них полностью зависит от этих денежных переводов. В настоящее время за пределами Молдовы проживает около 1 миллиона наших сограждан. Продолжим новостями из-за рубежа. Суданская армия и военизированные формирования договорились о прекращении огня на 72 часа. Трехдневное перемирие вступило в силу с 25 апреля. В этот период западные, арабские и азиатские страны продолжат операции по эвакуации своих граждан из африканского государства, сообщает Медиафакт со ссылкой на Reuters. Продолжение следует отметить, что противоборствующие стороны не соблюдали ни одного из предыдущих соглашений о прекращении огня. Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон работает со своими союзниками и партнерами над созданием комиссии, которая будет поручена вести переговоры об окончательном прекращении боевых действий в Судане. Ситуацию в этой стране также обсудят на заседании Совета безопасности ООН. Между тем, десятки тысяч человек, в том числе граждане соседних стран, за последние несколько дней бежали в Египет, Чад и Южный Судан, несмотря на нестабильность и тяжелые условия жизни в этих государствах. Количество стран, включая США, Францию, Испанию, а также Румынию, которые эвакуируют своих граждан, растет. Румынский МИД сообщил, что за помощью в эвакуации к нему обратились 33 соотечественника. Десять из них в ночь на понедельник уже покинули Судан. Проживающая в Судане гражданка Молдовы сообщила 24 апреля на своей странице в Фейсбуке, что ее с семьей вывезли из региона, где идут боевые действия. Наш телеканал обратился за подробностями к пресс-секретарю Министерства иностранных дел и европейской интеграции Филиппу Кажакару, однако он не ответил на телефонный звонок. Накануне он сообщил нам, что пока не располагает данными о количестве наших соотечественников в Судане. При этом, по его словам, просьбы о помощи от граждан Молдовы не поступали. Кажакару уточнил, что находящиеся там наши сограждане могут обратиться за помощью в посольство Румынии, поскольку Республика Молдова не имеет дипотношений с Суданом. С 15 апреля, когда в этой стране начались вооруженные столкновения, жителям столицы Хартума рекомендовали находиться в укрытии. Между тем, запасы еды и воды закончились. Боевые действия в Судане начались после разногласий в связи с поддерживаемым международным сообществом планом формирования нового гражданского правительства через 4 года после свержения диктатора Амара Аль-Башира в результате массовых протестов и через 2 года после военного переворота. В результате столкновения между суданскими вооруженными силами и силами оперативной поддержки погибли по меньшей мере 427 человек, а жилые кварталы превратились в зоны боевых действий. Вернемся в Молдову. До сентября 2019 года Алена Косым из Чедерлунги жила обычной жизнью. Работала и готовила сына к первому классу. Однако тяжелую болезнь несла свои коррективы в ее жизнь. В сентябре почти 4 года назад ей поставили страшный диагноз – острый лейкоз. С помощью благотворительного фонда имени Мирона Шора Алена смогла отправиться в Турцию, где врачу сообщили, что шанс на выздоровление у нее есть. Для этого необходима пересадка костного мозга. Однако операция стоит слишком дорого – более 100 тысяч долларов. Кроме того, необходимы средства на химиотерапию и последующее лечение. Алена решила просить помощи через социальную сеть. Так ее 10-летний сын узнал, что мама тяжело больна. После этого мальчик уже сам написал – помогите моей маме, я хочу, чтобы она была всегда рядом со мной. Диагноз – острый лейкоз Алене Косым поставили в 2019 году. Далее были три года химиотерапии. В июне 2022 года Алене сделали биопсию костного мозга, после чего наступила ремиссия, к которой Алена очень обрадовалась и на протяжении 4 месяцев пыталась вернуться к привычной жизни. Однако болезнь возобновилась с удвоенной силой. Следующая биопсия показала заражение раковыми клетками на 68%, хотя в начале болезни было всего 33%. Вот я в декабре как узнала, я не хотела ни у кого помощи, ничего, как эти три года, но, к сожалению... Сумма большая. Жизнь иногда ставит так на колени, что спустя месяц, 5 декабря я узнала о рецидиве, и 4 января, когда я уже ехала на второй курс химиотерапии, мне девочки с кем-то лежало, как бы болели, есть один диагноз, давай что-то делать, давай что-то делать, потому что нужно что-то делать, потому что мне только 30 лет, и сами видите ребенок. Все это время Алена не рассказывала о болезни своему сыну, которому сейчас 10 лет. Но после того, как поняла, что не справится без помощи неравнодушных людей, написала пост с призывом о помощи. Так мальчик узнал о страшном диагнозе мамы и тоже начал публиковать в социальных сетях призывы о помощи маме. Ну, в тот день, 4 января, я смотрю, просто в какой-то социальных сетях, я не помню уже в какой, смотрю, и там влезает фотка, и как мама что-то написала. И я отправляю вот эту маму вот эту новость и спрашиваю у нее маму, это что правда, и я об этом узнал уже. То что она тебе не говорила? Нет. И что ты решил? Я решил, что лучше, чтобы я тоже помог, ну, попросил, вот. В этом году при поддержке благотворительного фонда имени Мирона Шора Алена Косым смогла попасть в одну из турецких клиник, где врачи подтвердили ее диагноз и сообщили, что шанс есть. Правда, лечение обойдется более чем в 100 тысяч долларов. Теперь женщине необходима химиотерапия и операция по пересадке костного мозга. Фонд Мирона Шора откликнулись, они мне помогли поехать в Турцию, обследование сделали, перелет оплатили, как бы помогли и материально. Сейчас с Аленой всегда рядом самые близкие, ее семья, сын и мама. Без их помощи и поддержки не справилась бы, говорит девушка. Все они мечтают лишь об одном, вновь увидеть счастливую улыбку Алены. Дай бог, даже злейшему врагу такого не пожелаю. Не дай бог. Но бывают такие случаи, что и деньги не помогают. У нас есть один шанс. Я умоляю всех, я прошу, помогите, помогите воспользоваться этим шансом. У нас есть один шанс. Я хочу, чтобы мой ребенок жил, потому что она смысл моей жизни, внука она. Лечение Алены Косым в Турции стоит 115 тысяч долларов. На 20 апреля 2023 года удалось собрать почти 38 тысяч долларов. Необходимо еще 77 тысяч. Помочь Алене просто. Для этого необходимо отправить смс с кодом 900 на короткий номер 2910. Стоимость одного сообщения 45 леев. Перевести пожертвования можно и другими способами, например, банковским переводом. На странице Алены Косым в соцсетях можно узнать всю историю ее борьбы с болезнью за жизнь. Продолжаем выпуск. Несколько лет назад она мечтала попасть в музыкальный ансамбль. Но ей заявили, что для этого у нее нет необходимых вокальных данных. Однако в итоге девочка стала лауреатом нескольких международных музыкальных конкурсов. В свои 12 лет Вера Плешко недавно вернулась из Израиля с главным призом одного из самых престижных международных конкурсов в Иерусалиме. Девочка состязалась с лучшими вокалистами из 24 стран. И в итоге независимая жюри, состоящая из музыкантов со всего мира, присудила ей первое место. В 12 лет Вера Плешко из Кишинева стала обладательницей главного приза одного из самых престижных международных конкурсов в Иерусалиме. Она вышла в финал после того, как обошла талантливых участников из 24 стран мира и завоевала признание независимого жюри, состоящего из известных музыкантов. Звучит музыка Вокалистка утверждает, что на таком конкурсе учитывается не только точность исполнения, но и искренность в проявлении эмоций. Я пела песню «Там нет меня», ее исполняет Севара. Если честно, на этой песне мне правда хотелось плакать. Это было первое мое выступление, когда действительно хотелось плакать. Я чуть не заплакала, но, слава богу, я сдержалась. Это песня о любви, о одиночестве, о том, как человек тоскует по другому человеку. И это затрагивает душу, правда. Как я исполнила эти песни, затронула жюри, и, наверное, поэтому я стала лауреатом. Девочка говорит, что участвовала в нескольких международных конкурсах, но в Молдове конкурсы лучше всех. В Польше была, была в Венгрии, в Чехии, в России, в Москве. Я пела дуэт, была в Белоруссии. Мне больше всего понравилось, если сравнивать все это с вами. Ну, в Молдове это однозначно. Дома легче? Дома лучше. По словам победительницы, на сцене она чувствует себя, как рыба в воде. Петь – это раскрываться на сцене, поэтому я в основном не волнуюсь, когда пою. Я испытываю некое спокойствие, когда нахожусь на сцене. Мне нравится это делать, поэтому я не волновалась во время выступления. Вера утверждает, что ей приходится многим жертвовать ради музыки. Она репетирует несколько раз в неделю, по часу в день. Так ее вокальные данные улучшаются. Более того, она также придерживается определенной диеты, особенно перед конкурсами. Но искушения велики, признается молодая артистка. Если конкурс будет на следующей неделе, или, может быть, через две недели, то я стараюсь есть меньше сухариков, есть меньше орешков, цитрусов. Ну, конечно, есть такая диета – мороженое, но я очень редко ее соблюдаю. Мама Веры рассказывает, что ее дочь не забывает о музыке и дома. Даже в ванной девочка репетирует, а чтобы это не мешало соседям, семья прибегла к новаторству. Вот эти две стенки, которые к соседям прилегают, мы их звукоизолировали, чтобы никому не мешать. Преподаватель по вокалу Наталья Барабанщикова – мастер искусств и подруга покойной и лучшей Чио-Чио-Сан-Молдовы Марии Биешу. Она воспитывает Веру в любви к опере и верит, что ее подопечную ждет блестящее будущее. Хотя несколько лет назад Веру не приняли в музыкальный ансамбль, заявив, что она не обладает подходящими вокальными данными. Я послушала ее и сказала, как можно было не принять ребенка. Хорошие данные. Конечно, самородок. Конечно, когда берешь алмаз, он алмаз. Для того, чтобы он заблистал разными красками, то нужно, конечно, действительно очень много работать. Вера трудяшка. На вопрос, сможет ли отказаться она когда-либо от музыки, Вера дает однозначный ответ. Я живу музыкой, и это все во мне, я не могу это бросить. Не смогу расстаться с этим. Мечта Веры – стать первым голосом театра оперы и балета в нашей стране. А ее кумир – никто иной, как Мария Биешу. Хочу стать оперной певицей. Немного равняюсь на Марии Биешу, но все-таки хочу стать кем-то другим. Не совсем, как она. Юная вокалистка следит за всеми музыкальными тенденциями в мире, но опера ее манит больше всего. Ни много ни мало, но Вера мечтает попасть на славянский базар и опередить того, кто сейчас занимает первые места в музыкальных чартах. Димаш. Вот прямо так хочется его свергнуть и поставить себя на своем месте. Я пою лучше него. И в подтверждение этого Вера продемонстрировала свои силы. Субтитры создавал DimaTorzok А сейчас вернемся к теме, проанонсированной в начале нашего выпуска. Россия объявила персоной Нонграда сотрудника посольства Республики Молдова в Москве и закрывает въезд в страну для ряда официальных лиц в ответ на антироссийские заявления с их стороны. Подробности в нашем следующем репортаже. Покидая здание МИДа России, посол Республики Молдова в Москве Лилиан Дарий заявил журналистам, что у него состоялась конструктивная беседа. Есть дипломатическая причина, иногда приходится обсуждать некоторые вопросы, но мы сегодня будем поговорить о конструктивном плане, скажем так. Куда мы все движемся, по вашему ощущению? Вперед, к миру и за бру. МИДРОСИИ информирует, что послу Республики Молдова был заявлен решительный протест в связи с продолжающимися недружественными по отношению к России шагами официального Кишинева. В сообщении говорится, что в качестве ответной меры на ничем не мотивированное решение молдавских властей от 19 апреля объявить персона Нонграта сотрудника посольства России в Молдове, российская сторона принимает аналогичное решение в отношении сотрудника посольства Молдовы в России. Кроме того, главе молдавской дипмиссии сообщили о решении закрыть въезд в Российскую Федерацию ряду официальных лиц Республики Молдова в ответ на их регулярные антироссийские заявления, а также присоединение Кишинева к санкционным спискам Евросоюза, фигурантами которых являются граждане Российской Федерации. В ответ на решение Москвы министр иностранных дел Нико Папеску заявил, что ему пока неизвестно, какой дипломат объявлен нежелательным на территории России и кому запрещен въезд в эту страну. В течение очень многих лет, фактически до обретения нашей страной независимости, Российская Федерация прибегала к враждебной политике по отношению к Республике Молдова, к нашим гражданам, экономике, независимости, поддерживая сепаратизм, незаконное военное присутствие на территории нашей страны, путем введения эмбарго на продукцию из Республики Молдова, на вина, овощи, фрукты. И вот в данном контексте Российская Федерация продолжает эти враждебные меры, негативно влияющие на граждан Республики Молдова. Напомним, 19 апреля посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Воснецов был вызван в Министерство иностранных дел и европейской интеграции, где его ознакомили с решением молдавских властей об объявлении одного из представителей посольства персоной Нонграта в Молдове и лишения двух других аккредитации в международном аэропорту Кишинева. Министерство аргументировало решение их действиями, несовместимыми с дипломатическим статусом в соответствии с положениями Венской конвенции о дипотношениях. В МИДАИ заявили, что соответствующие представители российского посольства продемонстрировали неподобающее поведение в международном аэропорту Кишинева по отношению к сотрудникам пограничной полиции, не указав подробностей и имен. Что означает недопустимое поведение, спросил и Олег Воснецов в Министерстве иностранных дел Молдовы, куда был вызван. Уйдя из здания Министерства, российский дипломат заявил, что не получил ответа и еще его ожидает, как и на другие свои вопросы, однако не уточнил на какие. 20 апреля посольство Российской Федерации в Молдове выступило с заявлением по поводу объявления молдавскими властями персоной Нонграда одного из российских дипломатов. В диппредставительстве России это решение считают необоснованным, политически пристрастным, подрывающим двусторонние отношения между нашими государствами. Более того, в российском посольстве считают, что это решение принято в продолжении недружественных шагов в адрес России, и оно не останется без ответа. За реакцией по поводу данного заявления мы обратились к пресс-секретарю правительства, который ответил, что в этом случае правильным было бы запросить мнение Министерства иностранных дел и европейской интеграции. Представители МИДАИ не ответили на наши звонки. Решение молдавских властей связано с несанкционированным визитом в Молдову президента Республики Татарстана Рустама Миниханова, который, по сообщению пограничной полиции, не смог оправдать цель своей поездки в Молдову. Как заявил премьер-министр Дарин Ричан, это была попытка вмешательства во внутреннюю политику и выборы в Гагаузии, назначенные на 30 апреля. Между тем, Рустам Миниханов в обращении, снятом после того, как его не пустили в аэропорт, заявил, что прибыл в Молдову для участия в Первом международном конгрессе народной дипломатии «Дружба народов-2023» в Камрате. В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что отказ во въезде на территорию Молдовой главы Республики Татарстан является очередным недружественным шагом по отношению к России. Молдавские власти не прокомментировали это заявление. Представитель Министерства иностранных дел Молдовы тоже не ответил на наш звонок. Тем временем российское издание «Коммерсант» опубликовало список молдавских политиков, в котором якобы запрещен въезд в Россию. Согласно публикации «Коммерсанта», персоной «Нонград» объявлен консул Молдовы в Российской Федерации. Как отмечает издание, таков зеркальный ответ российских властей на высылку на прошлой неделе сотрудника консульской службы посольства России из Молдовы. Также «Коммерсант» пишет, что запрещен въезд на российскую территорию министру внутренних дел Молдовы Анне Ревенко и депутатам, отправящую партии действий «Солидарность» УАЗу Нантою, Олесе Стамате и Лилиану Карпу. Молдавские власти официально пока эту информацию не подтвердили. Депутат от ПДС Лилиан Карп объявил с публикацией в Facebook, что не намерен посещать Россию до тех пор, пока там сохраняется режим Путина, напавшего на Украину. Его коллега-парламентарий УАЗу Нантои в этой же связи заявил, что подобные меры — это проявление слабости России, которое ему чисто по-человечески неприятно. Остальные упомянутые в публикации лица пока не прокомментировали сообщения о признании их нежелательными персонами в России. Подробности на эту тему мы представим в наших следующих выпусках. Это все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. В студии была Олеся Кайряк. Оставайтесь и далее на нашем канале. Удачного вам дня в продолжении и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова